Тихо! Толпы ругающихся журналистов, толкающиеся люди, крики, кто потерял айфон, Михаила Саакашвили встречают песнями и танцами. Саакашвили на шею вешают какого-то ребёнка, который, кажется, не понимает, что вообще происходит. Дают поцеловать икону. Перед интервью Саакашвили сам собирает у журналистов микрофоны, чтобы все расслышали. Летен Селенский показал этим шагом. Он способен на смелые, быстрые решения. Пацан сказал, пацан сделал. Тот, кого Саакашвили назвал пацаном, встречать его не поехал. Говорит, много работы. В качестве доказательства разместил фотографию с надкусной шурмой. Сам Саакашвили к этой поездке явно готовился. В аэропорт прибыл в костюме, правда, без гаустука. Долго сидел в зале ожидания. При виде съёмочной группы программы «60 минут» буквально расплылся в улыбке. Нас очень, на самом деле, интересует ситуация между нашими странами, между Российской Федерацией и Украиной. Как вы думаете, как наладится это всё, не наладится, что нужно предпринимать? Обязательно наладится, когда Украина будет в своих законных границах. Но вы знаете, что Крым никогда не вернётся в Украину. Что же делать? Есть ли какие-то альтернативные федерации? Наверное, мы ещё под украинским флагом посидим Крыму очень близко. И судя по следующему разговору, уже в самолёте настроена команда решительно. Этим же бортом летел народный депутат Виталий Купри. В апреле 2014-го работал советником олигарха Коломойского, который на тот момент был губернатором Днепропетровской области. Как вы видите дальнейшее развитие российско-украинских отношений? Это президенту краще запретают. Президент вам рассказал. Вин предповедает за все. А как вы думаете, вот вы бы какой совет дали президенту? Ядерное руль начать разрабатывать. Знали ли об этих планах люди, встречающие их мирными выкриками в аэропорту, неясно. Человека, запомнившегося украинцам своими попытками продать по частям Одесский порт во время своего губернаторства на Украину, впустил фактически лично Зеленский. Саакашвили говорит, что если Зеленский попросит, тот обязательно будет давать ему советы. В интернете он в последнее время вёл блог, где делился своими рецептами. Вот, например, ролик называется «Реформы за пять минут. Как победить коррупцию». Вот, Румыния и соседние привлекли ведьм в борьбе с коррупцией, повышение эффективности государственного аппарата. Можно это попробовать, конечно. Но я посмотрел на них вряд ли. У нас есть свой опыт. Не связанный с ведьмами, а связанный с молодёжью. На ведьм или на 20-летних министров будет ставить Саакашвили пока не ясно. Но уже известно, что его партия, но не он сам, будет участвовать в ближайших парламентских выборах. И это наверняка вряд ли понравится Порошенко. Кому известно, какие ещё его секреты может раскрыть Саакашвили. Свой переезд из администрации президента Порошенко хорошо подготовил. Тут было два больших монитора, на которые транслировалась картинка. Вот такая вышла цивилизованная передача власти. Остались разве что флаги. Самая секретная комната в администрации президента Украины. Вывезли всё подчистую, жалуются новые главы совета. Даже 12 стульев, когда-то стоявших вокруг стола, забрали. У Порошенко уже оправдались, якобы вся техника и мебель была в аренде и теперь возвращена владельцу. Получается, секреты государства вместе с серверами уехали в неизвестном направлении. Бывший глава совета нацбезопасности Турчинов успокаивает. И суперстол, и монитор, и все копии документов есть в его кабинете. Секреты украинской политики перед парламентскими выборами интересуют многих. Вот одно из новых лиц о создании своей партии заявила сегодня Ольга Полякова, певица. Первые политические вопросы уже на повестке. Нам сейчас нужно определиться с названием нашей партии. Есть такие прикольные названия, как партия Оли Поляковой, то есть попа. Нужно добавить красивая попа. До момента, когда станет ясно, кто из новых лиц пройдёт в новый парламент, остаётся меньше двух месяцев.